Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя наебут, все продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате все равно все идет по пизде. Фанпэй поможет продать или купить игровые предметы или услуги. Просто и без наебалова. Вот, а теперь у нас просто вся отобщится. А, ну так больше нет разницы на общий ценностик. Короче, неважно, кто ведет, да, получается, абсолютно больше. Да. А, то есть, бля, суперинтересно на самом деле. Ну это норм, потому что этот нетворс, короче, камбэк-фактор, он реально руинил все. Ты ведешь на 500 голды на 1000 и получаешь бабок за тимфайт больше. Ну сейчас получается, что в принципе камбэк-механик, если так подумать, получается, она не такая. То есть, ты ведешь 20 тысяч, ты проиграешь драку, и ты отдаешь не как раньше, там, бля, хуй знает сколько денег, а отдаешь намного меньше. Особенно если все саппорты подохли, которые дешевые. Так это ебать, подожди, а стоимость? 375 она стоит, хадреска. Потому что... Она прикольная. Так это висп фп с хадреской, чел, забей вообще. Чему и так тебе статы, нахуй, не нужны были особо. Висп с хадреской и на коре еще хп регенка. Ты стараешь, что раньше Висп мог купить хадреску и стак танга один. А теперь хадреску, и у тебя еще 225 голды остается. Ты можешь купить хилку, тангу, там, блядь, мангу, хуянга, статов. Да, это интересно, там все меньше нам. А, и базил... А, они все теперь, они теперь все, они дают статов. Так а зачем они это сделали? Если сейчас, как бы, люди начали приходить к тому, что часто на линии брали хадреску, базилку, теперь все будут брать. То есть, как бы, это обязательно теперь. То есть, как бы, не принес на линию хадреску, базилку, баклер, долбоеб. Потому что они супер дешевые, а дают, пиздец, всего. Ну, это тупо, на самом деле. Мне это не нравится, нихуя. Это обязательная покупка, короче. А статов? Ну, раньше можно было... Просто, мне кажется, не понравилось то, что уже не суппорты даже берут эти штуки. Сейчас только на сапчиках ты, ну, обязан брать. Ты вообще реально обязан, получается, хадреску брать. Обязан, ты обязан брать хадреску. Да нет, я думаю, сейчас будут линии хадреска-баклер. Типа, суппорт сделал хадреску, кор-баклер, или наоборот, там, похуй. Потому что, ну, типа, 375 стоит баклер. Хотя, из баклера Владимир собирается, поэтому, да, похоже на то. Так, а по типу... Да, похуй. Не, ну, просто, а как ты на линии будешь стоять, если ты, например, не взял хадреску и баклера, а челы взяли? У них 2,5 регена, 2,5 брони. И еще у них регены и так далее. А ты набрал там все тангусиков, сходишь, регенишь и все тяго. Я смотри, на самом деле на это нули фаер и понимаю, что вроде, конечно, хорошо, но, по-моему, тире его особо никто брать даже не будет. У тебя суда специально снимает цели положительные эффекты. А, это... Ну, БКБ нажал, и все, поебать. Так это... Надо проверить. Насчет БКБ. Ну, как, подняли тем, что покемоны меньше голды отдают врагу на первом уровне не 100, а 50. Но это, кстати, норм. Ну, короче, он чем угодно скидывается. Кто? Нулик? Да, он и улом скидывает. Короче, на рефер это реально какая-то вообще... Это предмет под какую-то суперособенную ситуацию, которую трудно придумать сейчас, учитывая, что он БКБ сбрасывается. Но, я понял, Баунтихантер топпик. Я тебе рекажу, что игру на Баунтихантере. Ой, блядь, это же воровство, чел. Ты че, жулик? Блядь, это вот свин колец на Баунтихантере с агонимом. Теперь добавляется к староду Шурикентост. Эффект способности Джинада увеличивать дали применение до 650 и вмешать перезарядку до 60 секунд. Просто воруют у всех. На самом деле, это вообще нихуя не смешно. А, так слушай, так ему дали еще на 15 уровне талант, плюс 75 к урону было на 20-м. Да, 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 его прям больным сделали. У него еще статы базовые супер жесткие. Я вот реально очень рекомендую людям, которые любят ММР свой, сейчас искать игру и брать Баунтихантера в каждой игре на третью позицию. А-а, слушай, а Дарк Сирус Сур ждали интересный, да, по идее, или нет? Ну, как бы лучше в начале, хуже потом. Да. Ну, 250. Какой-нибудь спиритбрейкер, например, не скажешь, что он гарантирует не больше. Да, 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 он не скажет, он не скажет, это правда. Герокоптера сильно подняли очень. Слушай, так, а Дарк Сирус дали талант 125 к радиусу Айншелл на 10-м уровне. У него был 90 урона, мерный талант не бесполезный. А какой альтернативный? Ну, там, там, там фигня, короче. Он ему дали полезный талант, а с сильным. Так это очень сильный талант, на самом деле. Очень сильный. Да. С герой автоматически атакует до 8-ми врагов радиусу Айншелл нахуай. Это Дазл Пак, типа, с этим, с Дизолем, что ли, или что? Да, 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 это мем. Блин. Да, да, да. Типа без ульты не работает. А, он именно ульту бафает. Что такое атак бэксвинг? Ну, это возвращение, как бы... Ну, когда герой, знаешь, замахивается, наносит удар, и потом назад летит, ну, как бы назад вот от анимации его... Ну, возвращается, короче, в стойку исходную. Да, 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 как Марс. Короче, это Дазл, типа, хотят с этим агонимом сделать каким-то, ну, мизером или типа того. Нет, ну, потому что сам его может разъебывать, пиздец, если у него много слотов, это же какая-то жесть. Так, да, поизон тач кинул, хилочку нажал. Так у него, да, так у него дату. Граев закинул. Кулдауны же супер смешные, а если у него дэмэджи много, то получается просто три скилла отдаешь. И, как бы, три тычки по... Интересно, прокают ли эти тычки какие-то Майор Штормы и так далее. Нет, легко проверить, чел. Потому что это довольно-таки мемно может случиться. Я думаю, прокают почему-нибудь. Ну да, вот, Мьелнер прокнул. Ну, тут все работает, как у Пака. Сила увеличена. Число залпов уменьшено. Перезарядка уменьшена. Перезарядка 20 секунд? Да. Так это возвращение Геррокоптера, если что. Да. Предвижу. Урон второго соряда увеличить. Ебать, ему урона добавили на кулдаун. Сотку на первом уровне. 125 на втором, 150 на третьем. А, ну, правда, КД подняли, пиздец. То есть, как бы, уже крипов не пофармишь. Так, честно, на пизделку больше. Ну, вообще, Геррич потенциально герой. Геррин-гер. Опа, микро-ульт. На, на. Слушай, ну Джаггер, кстати, ой. Я почему-то, вот я смотрю на... Не, это очень сильный. Это очень сильный аганим у Джаггера. Это очень сильный аганим. Это нереально сильный аганим. Додж, чем можно всякие штуки. Это ты доджишь все, что гон... Ну, типа, очень часто все раз в 15 секунд. Это очень сильный аганим. Ну, это еще и демеджи, на самом деле, добавляй. То есть, с артами ты еще этим... Этой хуйней еще и ебальник подбиваешь. Ну да. Какие-то три удара успеваешь сделать. Типа того. Не, это очень сильный аганим. О, слышь, Пуджа апнули. Базовое восстанавливание здоровья увеличено с нуля до одного. Чел. Не, Пуджа убили. Теперь вместо восстанавливания здоровья, всплывали себе, что это не магия. А-а-а-а! Он мертвец, чел! Да-да-да, это убийство. Это убийство Пуджа. Я-то думал, все стало лучше, а все стало хуже. Выплюнутое существо на полторы секунды оглушит противника в радиусе 400 и ставит огненную лужу, такого же радиуса, который 3 секунды наносит 100 урона в секунду. Блин, задумайтесь формулировку. Выплюнутое существо на полторы секунды оглушит противника в радиусе 400 и оставит огненную лужу того же радиуса, которое 3 секунды наносит 100 урона в секунду. Че нах... Держать существо в животике? Держать существо в животике? В животике. Какой милаха писал этот текст. Держать существо в животике можно не более трёх секунд. Перезарядка 40 секунд. Дальше проглатывание 150. Животик. Это какой-то мемный агоним, но... Из разряда штамм Верка какая-то такая накинулась на твоего героя. Вот, а ты его съел, и Верка, блин, накинул себе в анус. А ты его... Ну, короче, ты как бы его берёшь здесь. Там напали на твоего любого героя, ты его берёшь, как бы захавываешь и выплёвываешь. Но, правда, единственное, что... Либо без какого-то предмета на радиус, либо без линзы. Это, ну, типа, очень маленький радиус, очень маленький. То есть ты можешь просто не подойти, так сказать. Нет, я сейчас так и не понял, на какой радиус можно выкинуть. Ебать, как далеко это можно выплюнуть-то. Понятно. Бежит такой герой, спасается такой. Спаси, бабка, спаси. И ты такой, поечего. Он такой летит к тебе, ты его хоп и... Бля! Ну, да, нет, это... Учитывая, что бабке особо купить нечего. То есть бабка покупает гривсы. Там какой-нибудь форставчик, типа... Этот... Ну, как бы, купила гривсы, купила какой-то глиммер. А дальше, как бы, слотов-то ей непонятно, что купить бабке. Но она там начинает покупать всякие лотусы, хуйотусы. А теперь будут по-любому Аганим брать, потому что это очень-очень крутая штука. Кулдаун небольшой, 40 секунд, это как раз для одной драки. Урон за атаку увеличен с 7 до 10. А, типа решили подвернуть, ну помните раньше, раньше, мне кажется, было что-то типа 16 на первом вообще уровне Фури Свайпс. Или 12, или 14. Потом резанули до 7, типа стало отстойно. Теперь опять 10. 10 это уже не 7, это намного лучше. Да, и 40 на последнем. Блян, то он Рошана съедает, Урсевич, получается, прям вообще за милую душу. Частота оверпауэра уменьшена, зато. Перезарядка уменьшена, зато. Расход маны уменьшен, зато. Притом, кстати, способность больше не не увеличивает. Способность больше не не увеличивает. Ну как, блядь, блядь? Способность больше не не увеличивает. Короче, ладно, не увеличивает урон от Фури Свайпс, очевидно. Лишнее нету. Длительность увеличена. Перезарядка уменьшена. Теперь способность дает 50% к сопротивлению эффектам. Урсич не будет тебя съедать так бодро в Фури Свайпс. Раньше ты съедал, а теперь так, прям так жестко не будет тебя съедать он. По крайней мере. Ну то есть, да, тут 12 дэмэджа добавили, конечно, да, но там-то было умножение Фури Свайпсов. И в итоге ты там получал просто космически, космически поебалу получал. Ну, короче, урс такой меньше, меньше соло киллер героев. Ему реально сложнее теперь просто подойти и убить героя за секунду, как это случалось. Но зато так, типа, в остальном, в остальном он, конечно, интересный. Потому что, ну, сопротивление эффектов от ульта, это очень круто. А вот эти вот 40 от Фури Свайпс, это Рошан, на самом деле. Ну, действительно, Рошан быстро дохнуть должен, очень. Урса убили. Да не, не убили, не убили. Вовсе не убили. Я думаю даже, что... Я думаю даже, что наоборот, возможно. Потому что вот эта вот история с сопротивлением эффектов, то есть, как бы, получается, урсе, этот, не нужен БКБ. Так выходит, и нужно, типа, агоним какой-то скорее. Ну, по идее. Хотя, блядь, все равно это на 4 секунды все, ты там получаешь, или на 4 с половиной. Потом опять этого нет. Ну, такое, не знаю. Трудно сказать. Так вот, смотришь на такие изменения, трудно сказать. С одной стороны, на линии более сильный герой стал. За счет, ну, вот этого бафа Фури Свайпсов. С другой стороны, не может соло убивать. Ну, а с другой стороны... А с третьей стороны, как бы, зато более стойкий в файте. Подрубает ультимейт. Там сопротивление эффектом, это очень круто. То есть, как бы, у него и снижение урона 80%, и сопротивление эффектом. Все просто бежит сквозь все, там, станы не станет. И так далее. Да. И, как бы, этот урса просто гонится за кем-то и ест его. По херу бьешь. С агонимом очень жестко. Ну, то есть, с агонимом прям вообще ад какой-то получается. 18 секунд кулдауна. Да. 5 секунд длительность. И просто вот эта вот херня постоянно жмется. В момент, когда медведь неубиваемый. Вот. Когда уже там герой прокачан. Вич-доктор. Расход маны уменьшен. Расход маны на что, блядь? На покупку Вич-доктора. Я не могу понять, что это. Расход маны уменьшен. Это на каску или на моледикт? Как я должен понять, блядь, игра? Начнемся. На каску. Сука. Ну, это, кстати, очень приятный бонус, если что. Ух ты. Число тут сколько со скиптором неограничено. Погодите. А Вич-докторовский скипетр, он же типа по иллюзиям. Бабку порезали, что ли, уже там, или что. Хватит выпускать патчи каждую минуту. Убийца Пээла. Ну, вот я, да, сейчас надо проверить. Надо бы что-то лансер распадить. Ебать! Не, ну вообще, вообще, по это делу, что лансер это без шмоток, поэтому иллюзии так быстро дохли. Но они в любом случае будут очень быстро умирать, потому что, ну, у Варда и Вич-доктора очень много урона, там, 260. Ну, так получается, что Вич-доктор действительно неплох против лансера в лейте. Ну, типа, он просто ставит палку, и она разъебывает все эти иллюзии очень быстро, там, ну, типа, в принципе, там иллюзии долго жить не будут. Ну, чё, типа, ну вот, я куплю, например, тараску лансеру. Типа, там, бабочку, да. Считайте, вот, выживаемость иллюзии особо больше она там не станет. Ну, окей, ещё там ман. Неважно. А, и, ну, он просто убьёт сейчас Вич-доктора с такими артами, к сожалению. Наверное. Хотя, может, он не убьёт. Никто этого не знает. Сейчас проверим. Если я Кримсон нажму на Вич-докторе и хил включу, то не убьёт, очевидно. Бэм. Ну, либо, они рассыпаются супербыстро, и они появляются новые, и тут же опять рассыпаются. Как бы. И тут, знаете, как бы, особо лансеру не поможет ничего в этом ключе. Ну, окей, там у него будет больше брони, да, они будут рассыпаться не за секунду, а за две. Ну, какая разница? Помимо Вич-доктора, там ещё герои, ну, тоже по иллюзиям какой-то дэмэдж дают. Там какой-нибудь Корс с Мьолнером, там какой-нибудь Радик прожигает рядом и так далее, и так далее, и так далее. Короче, много прикольного всего, но так, чтобы прям супер сильно, знаете, игра как-то поменялась от этого патча. Вот, нет, игра как раз может очень сильно поменяться. Я имею в виду по пикам героев. Мне кажется, по пикам героев, особенно супер глобально, не поменяется нихера. А вот по... Типа, по тому, как будут все играть, оно может довольно серьёзно поменяться. Тут всякие штуки с экономикой очень важные. Типа, это ещё надо, на самом деле, испытать на себе, это не так всё понятно. Насколько много, мало бабла этого дают и так далее. Это реально надо поиграть в доту. Вот эти штуки, это супер важно. Да, да-да-да-да-да, властелин колец, о котором Дред говорил, тоже важно. А вот героев, мне кажется, плюс-минус таких же будут брать, на самом деле. Ну, сейчас парочка всплывёт, парочка отвалится, а в остальном... Хотя, типа, со временем, со временем, возможно, в сумме эти изменения, ну, перелопатят всё. Но первое время тут не так, что, знаете, опа, ебать, там, блядь, новый вот этот герой, типа, супер эмбай, этот герой супер помойка. Вроде все, кто были неплохи, на самом деле, остались неплохи. Я бы вообще не сказал, что кого-то убили. Вот шо, как персонажа. Вот такого, кстати, реально нет. Я вот сейчас себя поймал на мысли. Нет такого, что я смотрю на героя, он, типа, был там сильный, его пикали, а теперь он, типа, супер говно, и его не будут брать. Вообще, такого героя ни одного нет. Типа, все, кто был сильный, в принципе, и остались сильными, просто других пробафли, и сейчас можно там смотреть. Пуджа. Ну, Пуджа никто не брал. Только дроговнил у меня в паблике, на Пудже дроговнилил. Пудж. Да, ладно, 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 за Пуджа обидно, за Пуджа обидно, согласен. Но я так, я больше немножко с прицелом имею в виду... Когда ты сейчас все это говорил, я говорил так больше про профессиональную какую-то сцену, или такой высокий рейтинг. Потому что, ну, честно сказать, мне, что там творится на рейтинге 2К ММР, я и так этого не знаю. И какой там Пудж в каждой игре, это тоже мне неизвестно особо, я там не играю. Поэтому там-то, возможно, да, Пудж, типа, все, рип. И Пудж и Урсы, кстати, бедные паберы на Пудже и на Урсе. Да, на Урсе в лоу ММР Пабе точно играть стало хуже, я это, блядь, гарантирую. Она прям, прям вообще, типа, отстой. Вообще не то, вообще не то. А вот на высоком уровне игры, возможно, и нормальный, кстати, если что.